Всем привет! Мы начинаем новый влог. Всем привет! У нас сегодня 30 августа, вторник. Время сейчас 5 часов вечера. И мы после работы приехали с Лёшей погулять по парку Победы. Я с кофем, Лёша без. Будем пить кофеёк и немножечко прогуляемся. Точнее, я буду пить кофеёк, а мы немножечко прогуляемся. Ну и, конечно же, вы вместе с нами. Пойдёмте. О, здесь тоже положили солому для фотосессий. Как в детском парке, да? Только в детском парке там все прыгают и сигают на этой соломе, а здесь никого нет возле соломы. Будние дни, а народу всё равно много. Последние денёчки люди, да, гуливают. Угу. Скоро в школу. Лёша, ты готов к школе? Угу. Ты купил в тетраде, дневник? Да, всё, купил, только школьную форму не купил ещё. Тебя не возьмут в школу? Почему? Ты неграмотный. Я хотел спросить, я что глупый. Почему нет? Умный, но неграмотный. Ага. Ты вот знаешь алфавит? Знаю. Знаешь? Да, алфавит я знаю. За 9 лет выучал. Да ты что? Это единственное, что ты знаешь? А таблицу наживания, ты знаешь? Я тоже знаю. Какой молодец. Значит, тебя могут взять в школу. Мы сейчас взяли по городу, знаю, закон Ньютона, знаю. Ещё много чего. Ну-ка, расскажи к нам. Чего? Закон Ньютона. Ньютона, Ньютона. Ну, это скучно. Угу. Болу людям забивать. Ну, ладно, тогда не рассказывай. Красиво, конечно, здесь вообще. Ньютона много, да? Угу. Кафешка работает, есть, скажем. Пойдём посмотрим, что там есть. Может, и мороженое класть, может. Ну, да, жампу. Ну, что-нибудь съел бы. Съел бы что-нибудь? Пить не хочу. А что ты из дома не берёшь жампочки? Вкусняшечки. Не знаю. Я, кстати, домой заезжал. Водонагреватель включил. Включил? Что, воды не будет горячей? Оказали, что-то не знают, чья труба лопну. Не могут найти и делать. Никто пока её не собирается. А, ну, ладно. Хорошо, хоть водонагреватель есть. Просто перекрыли, и всё. Понятно. Кстати, сегодня день рождения у моего брата. Ему исполняется 35 лет. Какой-никакой, а юбилей. Но он не смотрит мои влоги. Поэтому я его лично поздравляю с днём рождения. А во влоге поздравлять не буду. Он всё равно их не смотрит. И, кстати, мы вчера тоже не работали. У нас вчера был выходной. Сейчас мы зайдём в кафе, а потом ему расскажу, чем мы вчера занимались. Покажи, Лёша, какой-то мороженый всё купил. Ланбер. На сливках? На сливках, да. Сколько стоит? 80 рублей. 80 рублей. Наверное, вкусный должен быть. А кофе, кстати, здесь никогда нет. И сейчас мы спросили у вас есть кофе. Он сказал, нет, сломана кофемашина. Походу, дело, она сломана всё лето. Так вот, мы же. Вчера были выходные. Мы поехали с Лёшей на работу. С утра встали. Был сильный дождь. Мы позавтракали. Позевали чуть-чуть. И Глентка, у меня фуголка мятая на камере. Так, вроде нет, а на камере Глентка мятая. Мятая, мятая. В общем, позевали, позевали. После завтрака полегли. Легли полежать 10 минут. Заснули. Проснулись в 11 часов. Представляете? Встали. Начали посуду для пикника мыть. Потому что мы её после дня рождения маму не мыли. Слишком мы устали. Вот до двух часов дня мыли посуду для пикника. Что-то помыли, что-то выбрасывали. Потому что уже старая посуда стала портиться. А потом убирались дома. Да, Лёша мне в этом помогал. Целый день убирались дома. Меняли постельное бельё. И мы, наверное, на сколько уже? Часов в семь, да, освободились. Да. До семи часов, представляете, убирались. Так что вчера мы тоже не работали. Получается, три дня мы не работали. Три выходных у нас было. Вот так. Надышались на свежем воздухе позавчера. Перенасытились свежим воздухом. И в итоге вчера до одиннадцати аж спали, да? Угу. Вообще. Так что вот такие вот мы лодыри. Но ничего, отдыхать тоже надо. Были плодыри, мы бы все-таки поехали бы. Вот еще в день поспали бы. Я больше не хочу спать. Иди, ага, не хочешь спать. Или разбудил сегодня, не хочет она спать. Ты будильник слышала? Не хочет спать, ага. Нет, не слышала. Вот и я про то же. И что? Будил три раза, садил. Или разбудил. Хотел, думал, уже бросить это дело. Думаю, один пойду. А Джанни пошел. Ты проснулась после третьего раза. Ты, наверное, почувствовалась, как уйдет. Один собака. Все деньги заработает в мире. Ты думаешь, я расстроилась бы, если бы ты пошел на работу один? Расстроилась бы, ты что? Нет. Ни капельки бы не расстроилась вообще. Давай завтра поскорим? Давай. Давай. Завтра я точно не проснусь. Пусть будет. Тебе будет хорошо, ты вы здесь, а мне-то ничего не изменится. Что так идти, что с тобой, что без тебя. Не, ну со мной ты как-то получше же. Не так обидно. Да. Кофейку попить на работе или после работы. Уток покормить надо. Уток покормить. Утки холодные. Ну сейчас отсюда можно съездить. Или завтра съездить можно. Или завтра съездим тогда. Ну да. Это обидится на нас. Четвертый день уже не кормим уток. А нет, третий, третий. Мы же в субботу их кормили. Получается, в воскресенье, понедельник и вторник не кормим. Ну все, там утки умирают с голоду. Какие у них уже силы нету, а вот я могу кормить. Да их кто-нибудь другой покормит. Ладно, будем пить кофе и есть мороженое. Вкусный, кстати, кофе. А, это ты на заправке купил мне? Угу, я справлялся. Ты уже испачкал футболку, да? Уронил мороженое, да? Если я ем эскимо, то мне обязательно шоколад упадет на футболку. Понятно. Если не упадет, значит я не ел мороженое. Не будем говорить, кто Леша? Фрю-фрю. Мы этого не будем тебе говорить. Мы и так все поняли. Нет, вкусный мороженое. Приятного аппетита. Да. Я маленький был, мы в Москве покупали мороженое. Я все время этот шоколад брал, так вот плитик, нам толстый плитик. Тебе брал и выкидал, не ел. А все думали, что я дурачок. Не ем шоколад. А сейчас ешь. Сейчас ем. Но мне тоже не нравился тот шоколад в советское время. На мороженое. Нам прям таким пластами, прям так, какой-нибудь. Растил, мороженое выкинул. Мороженое. Ешь. Кстати, настолько все зелено, что даже еще не чувствуется, что осень. Хотя с завтрашнего дня у нас уже 21. А послезавтра уже 16-17. Так что, наконец-то, у нас вроде как похолодает. Чему мы очень рады. Да? Угу. Мне, правда, жара уже надоела. Ну, как-то и хорошо, когда долго не работаем. Когда жара и дома. Ну, что, вот вчера дождь шел, и все равно жарко было, и мы были дома. И что, хорошо? Начинаешь убираться. Весь потный, липкий, грязный. Лишний раз шевелиться неохота. Ладно? Хорошо все в меру. А то, вон, я, девчонок, смотрю, у одних холод собачий все лето. В ветровках, в куртках ходят. А у нас жара. Ой. Кстати, хочу сказать всем большое спасибо за поздравления. Я маме все прочитала, передала. Она вас тоже всех благодарит. Очень приятно. Спасибо большое. Так, прям, интересно. Вот люди со всего мира, как бы, из разных уголков страны пишут поздравления. Вы уже становитесь настолько... Вы уже стали, наверное, настолько близкими и родными. Мы все праздники с вами вместе отмечаем. Поздравляем друг друга. Это очень приятно. Так что всем вам большое спасибо за поздравления. Очень приятно, правда. Сейчас Леша задавится. Ты зачем ходишь по специальным дорожкам? Ты не ходишь, но ты едешь прям по самой кромочке. Маленькая, широкая, острада. И что? А у тебя узкая? Узкая, ты венка, нажимаешь. Я тебя прижимаю? Я тебя вообще всю жизнь прижимаю. Притираю? Да, всю жизнь прям прижимаю, притираю. Ты заметил, да? Только сейчас? Или давно? Да, я об этом не говорил. Кстати, 2 сентября будет 15 лет. А, нет, или 10 лет. В общем, я не помню, сколько лет. Но 2 сентября будет день нашего венчания. Не, в седьмом году мы повенчали, да? Да, в седьмом. 15 лет значит. 15 лет, как мы венчаны, представляете? Да. 2 сентября будет 15 лет, как мы повенчались. Ты жалеешь об этом? Нет. Ну, хоть чуть-чуть. Нет. Нет? Нисколько. Обманывает, наверное. Я вообще никогда не обманываю. Ты сказочник еще тот. Сундук со сказками. Все время меня обманывает. И я говорю, ты меня обманываешь? А он говорит, нет, шучу. Да, представляете, 2 сентября вообще, да мне только сейчас дошло. Да, в 2007 году мы поменчались. Юбилей. 15 лет, как мы повенчались. День свадьбы мы вообще никогда не отмечаем. Кстати, ни разу, да, не отмечали? Да, ни разу не отмечали день свадьбы. А вот венчание отмечаем, да. Так что я надеюсь, что Леша меня куда-нибудь пригласит. Ну, а я вас возьму с собой, конечно. Ты нас с подписчиками пригласишь куда-нибудь? Приглашу. Куда? Еще не придумал. Ну, нам идти уже всем за вечерними платьями, за смокингами. Да, можем идти. Можем идти? Да, вот тут я. Ой, вот опять шутят, понимаете? Шутник еще тот, да. Прикинь, прикольно. Все собрались, вечерни платья, с плечом. А мы никуда не пойдем. Я пошутил. В смысле, никуда не пойдем совсем? Не совсем, ну, не знаю даже. В этом Леша весь. Пойдем на набережный сходим? Мы ни разу не ходили здесь. Пойдем, я тоже смотрю. Вот, наверное, насыпная дорожка, да? Ну, вот дорожка. Не, это протоптанная какая-то. Ну, это туда, к этому, как его, в больнице к этой. Сколько больница? Областной, детской. Это-то туда. А туда куда-то, да? Не знаю. Детская больница налево. Сейчас пойдем узнаем, посмотрим. Это мост какой-то, или что-то непонятно. А тут дача, по сути. Родовые резервы. И все на даче, что ли, идут? Ну, веселые. Почему? Это же мы сейчас на маяк выйдем, на магазин. Маяк нет, там, сходу, получается. Где? Да вот он, вход в парк. Там горки, тут маяк. Ты что, Леш, ты потерялся? Я заблудился. Нет, ты не понял, опять? Река там, слева, по прямой маяк. А корабли где? Какие корабли? На маяк, ты. А зачем мы идем на дачу? Не знаю, тут темно и страшно. Пошли, на набережную сходим. На набережной ничего нет. Слошные заросли. Поэтому мы обратно в парк Победы вернулись. Сейчас сделаем кружочек. И домой. Что у тебя голова висит? Тяжелая? Да, ты не смотришь, чтобы упасть. А-а-а. А у меня уже тяжелая после трудового дня. Все зелено. Даже вообще ничего не напоминает осень, да? А завтра уже 21. А послезавтра уже 16. На 1 сентября всегда холодно. Ну, хоть успели маму на день рождения отметить. Легкие погоды так порадовало. Да. Хотя дожди передавали. Угу. Обычно на маме день рождения всегда как-то холодно было. И мы как бы даже в жилетках, с пледами, помнишь? И с Абуровы брали пледы. А в этот раз все время было жарко, тепло, хорошо. Надо еще белок завести. Ой, прикольно. Ой, прикольно. Стой, 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 стой. Ой, я пить хочу. Пойдём батечки возьмём. В кафе? Угу. Ну, пойдём. Вот по этой тропинке, наверное, да? А что там была вода? Я что-то не помню. Угу. Я прям пить хочу. Кость попила и после кости пить хочу. А это велосипедная дорожка. Угу. Угу. А мы по ней идём. А нету никого. Нарушаешь? Здесь такие маленькие качелики, что даже не покачаешься. Угу. Давай я вот здесь на лавочке в тенёчке посижу, а ты один до кафе сходишь. Звучит так, а я у меня помню. Скакинём отдbright. Здорово. Да уから哪裡 Area 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 League Evoque 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 ABS пивыкos Продолжение следует... Продолжение следует... О, ко мне пришла водичка без газов... Продолжение следует... Только она теплая... Продолжение следует... 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 Два танка. Памятник гвардейцам-танкистам посвящается. В прошлом году, 5 августа, открыли этот парк. Лёша, а мы туда пойдём. Лёша уже ближе к машине пошёл. Лёша, ты уже в машину хотел пойти? Да? Не знаю. Тебе уже надоело гулять? Ну ладно, чуть-чуть осталось. А Саши раз в Донанское место сходят. Идём по велодорожке. Не придумывай, а людям где ехать. Вот птички. Драсты летят. Тихо в лесу, только не спят драсты. Я думала, ты будешь продолжать стишок. А здесь вот стадион за забором. Стадион. Я везла мужчину, он в охране здесь работает. Вы находите здесь мемориальный комплекс, часовня, стелла, летняя сцена, смотровая площадка, санузел, скейт-площадка, игровая площадка младшего возраста, фудкорт-ярмарка, уличные тренажёры, игровые виды спорта, прокат роликов коньков, игровая площадка среднего возраста. Фудкорта здесь никакого нет. Есть одно кафе сиротское, в котором почти ничего нет. Проход закрыли. Сейчас до часовеньки дойдём и всё. И пойдём в машине. А в следующий раз пойдём в Турянское гнездо и дойдём досюда, да? Угу. Да. Ты обещаешь? Обещаю. Что-то, мне кажется, ты опять шутишь. Нет. Обещаю, обещаю. Сильды плохо. Тоже подсвечиваются. Там тоже провода. Семь дубов высажены 7 мая 22 года в день радио в память о военных связистах. Молодцы, да? Угу. Ну, видишь, вот некоторые с листочками это вот уже засохло, наверное. Видишь? Да? Ну, да. Это, по-моему, засохло. Угу. А вот эти что-то такие жёлтенькие. И через 20 придём сюда, они будут такие большие. Да нет, вот смотри, вот тот, вот тот тоже погибло. Засохло. И вот то, наверное, тоже. Девочки идут, ругаются матом. Мальчик говорит, аж стыдно. Идём, как и тоже брат сказал матом. Девочки иногда ведут себя гораздо хуже мальчиков. Девушка взяла самокат, говорит, ой, он меня не слушается. Вот где надо учиться, да, на самокате ездить. Нам надо с тобой тоже поучиться. Будем на юге брать, по набережной ездить. Вы всех обучаете, нет? Нет. Маму, маму. Только маму. А то мы бы записались на ваши курсы. Да, пора ли бегать ещё. Мемориальные деревья России, посаженные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В сад памяти. Как-то прям грустно, да? Угу. Ой. В Канаде, в городе Саши. В Украине, в Канаде. Да, война, конечно, это страшное слово. Война, пожар, да? Страшные слова такие. Такая часовенка. И вот она дорожка. Вот она. Дворянское гнездо. Красивая вот такая часовня. Вечная слава защитникам Отечества. Памяти павших во имя живых. Памяти павших во имя живых. Памяти павших во имя живых. Красиво. Никто не забыт, ничто не забыто. Красивый, конечно, парк такой. Сквер. И с детьми погулять ездить, и взрослым ездить погулять. Хорошее место такое. Все, пойдем к машине. Ну и на этом будем заканчивать наш сегодняшний влог. Так как ничего уже интересного происходить не будет, мы сейчас поедем домой мыться, отдыхать. Хотим вас поблагодарить за то, что вы нас смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам всем спасибо. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем спасибо. И пока-пока. Пока-пока.